Во Владивостоке полиция установила личность водителя, который на полной скорости выехал на тротуар и сбил семью из трех человек. Двое из них, мать и годовалый ребенок, умерли в больнице. Виновника аварии объявили в розыск. Тех, кто увидел подозреваемого сразу после случившегося, удалось отыскать моим коллегам из Приморья. Поваленные ветки деревьев, осколки автомобиля сегодня по этому тротуару рядом с 12-м домом. На улице 40 лет в ЛКСМ ходят не просто прохожие. Люди целенаправленно несут цветы и игрушки, чтобы почтить память пострадавших в трагедии. На этих кадрах семейная прогулка счастливой пары с ребенком. А уже через секунду водитель Вольво на большой скорости буквально влетел на тротуар и разделил их жизнь на до и после. С места происшествия водитель универсала скрылся мгновенно, как установили в полиции подозреваемый виновник аварии Николай Тимченко. Ему 36 лет и он живет неподалеку. На Грязодубовой 39 снимает комнату в трехкомнатной квартире. Он всегда ходил вот так вот капюшон, не видно ничего. Он же сам с Хабаровской эти сказали полиции. Может быть он вообще уже поездом уехал. Светлана живет с подозреваемым на одной лестничной площадке. Говорит, сосед он так себе. Никогда не здоровался, устраивал гулянки по ночам. Приходилось даже в полицию обращаться. Уже после аварии, примерно в 8 часов вечера, женщина видела Тимченко в камеру наблюдения. Увидел, он поднимается по лестнице, открыл дверь и зашел в квартиру. Зашел и через некоторое время сразу вышел. Видно что-то, да, что-то видно у него было в руках и он сразу вышел. Не зная о случившемся поведении соседа, вопросов накануне не вызвало, а уже сегодня ужаснуло. Только вот возможности помочь полицейским нет. Видео не сохранилось. В свою очередь, сотрудники полиции призывают всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия или местонахождении водителя, сообщать в дежурную часть. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пострадавших доставили в тысячекоечную больницу. Бригада опытных нейрохирургов до последнего пыталась спасти пациентов. Но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ночью мать и ребенок скончались. Виктория Сарада, Денис Юнак, Вести, Приморье.